Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждёт в этом выпуске. Мультидисциплинарная команда повышает эффективность реабилитации онкобольных на Ставрополье. В Краевой столице откроются две школы «Сестёр милосердия». В регионе строится ещё одна поликлиника. Количество людей 60+, получивших вакцину в регионе, составляет 518 786 человек. Также в программе «Если вы часто наблюдаете у себя слабость, усталость, апатию, сонливость днём и бессонницу ночью, набор веса и при этом ухудшение аппетита, то это могут быть симптомы гипотиреоза». Тему раскроем в программе «За здоровье», а также «Бег после 80». Тематический клуб помогает пожилым сохранить здоровье. Приложение поможет детям с аутизмом учиться, а компьютеры с отслеживанием глаз помогают общаться детям-инвалидам. Всё это немного позже, а пока мы начинаем с традиционных новостей медицинской отрасли региона. В Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере работа мультидисциплинарной реабилитационной команды повышает эффективность оказания помощи пациентам. Работа команды организована с 2015 года. В её состав входят врачи на онколог, медицинский психолог, врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт, инструктор по лечебной физкультуре, медсёстры по физиотерапии и массажу. Руководит группой заведующий отделением медицинской реабилитации. Только за 9 месяцев текущего года командой проведена работа по оценке реабилитационного статуса и разработаны индивидуальные планы реабилитации 707 пациентов. Основная задача мультидисциплинарной команды заключается в определении этапа маршрутизации медицинской реабилитации, формировании и реализации индивидуального плана медицинской реабилитации. При этом к работе могут привлекаться другие врачи-специалисты из клинических отделений диспансера. Прежде чем приступить к составлению плана восстановительного лечения, проводится ряд подготовительных мероприятий. Врачи оценивают, насколько возможно, к примеру, возвращение пациента к прежней профессиональной и повседневной деятельности. Важным этапом подготовительной работы является оценка факторов риска и ограничений при проведении реабилитации. В Ставрополье откроются две школы сестер милосердия. Одна из них на базе Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи. В учебно-методическом центре школа медицины катастроф можно будет освоить курс оказания первой помощи пострадавшим в ЧАЭС, тактическая медицина. Полученные знания пригодятся волонтерам, которые готовы помогать армейским врачам оказывать медицинскую и психологическую помощь военнослужащим в медицинских учреждениях и военных госпиталях. Также эти знания будут полезны в случае необходимости оказания окружающим доврачебной помощи и тем, кто оказывает помощь на дому в уходе за больными. Курс подготовки составляет неделю. Обучение будет проходить в группах по 15-20 человек. Первая группа приступит к занятиям 7 ноября. Все занятия будут проводиться бесплатно, а по прохождению курса слушатели получат удостоверение установленного образца. Стать слушателями курсов школ медсестер милосердия и обучиться тактической медицине смогут практически все желающие. Примут тех, кто достиг 18-летнего возраста, освоил программы основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального или высшего образования. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в обучающую организацию. В Курском округе по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения строится новая поликлиника на 350 посещений. Также в поселке Мирном уже принимает пациентов врачебная амбулатория, отремонтированная в прошлом году по той же программе. На строительство трехэтажной поликлиники выделили порядка полумиллиарда рублей, в том числе из краевого бюджета. В эксплуатацию объект планируют сдать к концу 2023 года. Врачебную амбулаторию специалисты отремонтировали в прошлом году. В медучреждении провели монтажные работы, заменили двери и окна, а также обустроили дневной стационар на пять коек. Поликлиника вместе с врачебной амбулаторией закреплены за Курской районной больницей. Строительство и ремонт объектов расширил возможности для оказания качественной медицинской помощи жителям округа. Первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили на Ставрополье 1 707 480 человек. За последние сутки 1691 человек. Вторым компонентом в регионе привились уже 1 280 552 человека. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1059 человек больше. Остаток вакцины по первому компоненту гамма-ковид-вак составляет 143 613 доз, а по второму 259 033 дозы. Количество людей 60+, получивших вакцину в Ставропольском крае, составляет 518 786 человек. Если вы часто наблюдаете у себя слабость, усталость, апатию, сонливость днем и бессонницу ночью, набор веса и при этом ухудшение аппетита, то это могут быть симптомы гипотириоза. Тему раскроем в программе «За здоровье». Прямо сейчас гостья студии Ирина Коломойцева, заведующая поликлиникой, врач-эндокринолог высшей категории Ставропольского краевого эндокринологического диспансера. Ирина Ивановна, добрый день. Добрый день. Рада приветствовать в нашей студии снова. Ну вот начнем с того, что напомним нашим телезритием об этом заболевании. Что же такое гипотириоз? Ну если буквально переводить, это если с латыни, то два слова гипо – это низкая, а тиреоидеоз – это щитовидная железа. Низкая функция щитовидной железы – это хроническое состояние, сопровождающееся низким уровнем гормонов щитовидной железы в крови. Ну как проявляет себе эта болезнь? Как можно понять по каким симптомам? Ну чтобы уж точно не спутать. Ну я понимаю, уж точно не спутать этот врач, безусловно, только поставит диагноз. Но все-таки заподозрить у себя это заболевание. Ну к сожалению, вот такой специфической симптоматике, которая бы 100% собрал жалобы у пациента, и не сдавая анализы, сказал, да, у вас гипотириоз. К сожалению, этого нет. Все-таки гипотириоз – это лабораторный диагноз, он должен быть обязательно подтвержден уровнем гормона щитовидной железы. Симптоматика, она разноплановая. Самое интересное, что организм длительно может компенсировать недостаточность функции щитовидной железы. И человек меняется внешне постепенно. И он сам может не сильно это замечать. Ну может быть только окружающий, или долго ты этого человека не видел, тогда это заметно. Но прежде всего это, конечно, повышенная утомляемость, снижение работоспособности. Хотя сегодня на фоне хронического стресса у людей это сплошь и рядом встречается. Изменения кожных покровов, они могут быть сухими, чуть-чуть желтушными, отечными. Изменения волоса, состояния волос, они могут стать редее, так скажем. Затем голос может немножко снизиться из-за отека гортани внутреннего. Нарушен сон, психоэмоциональное состояние неустойчивое. Ну все-таки это не столько будет агрессивное поведение, сколько более заторможенное. Ну хотя тут еще зависит от начальных изменений в нервной системе. Изменения полового влечения, изменения менструальной функции, вплоть до ее отсутствия, снижения либидо у мужчин. Ну вот такая вот симптоматика. Насколько часто в вашей практике вы встречаете это заболевание? Ну мы как эндокринологи, учитывая, что работаем в специализированном учреждении, достаточно часто. Вообще распространенность средняя, статистическая, это 5 женщин на 21 тысячу пациентов. У мужчин чуть-чуть реже, но в принципе сопоставимо. В Ставропольском крае это несколько тысяч заболевших пациентов. Ежегодно выявляются, если правильно направляются, если люди до нас доходят к врачу. Мы стараемся, ну это наша обязанность, мы стараемся всех взять на учет. Если человек из периферии, ну ему даются заключения, но он все равно должен состоять на диспансерном учете. Пусть у своего эндокринолога, у нас однозначно. Что вообще происходит в организме, когда у тебя есть такой диагноз гипотириоз? Ну это примерно, на каком уровне это обсудить? На уровне биохимических процессов? На уровне биохимических процессов в том числе. Ну как бы, что вообще меняется внутри, прежде чем начинаются какие-то внешние проявления заболевания? Это тоже индивидуально. Все зависит от уровня компенсации данного заболевания и от работы тех органов мишеней в организме, которые чувствительны, наиболее чувствительны к изменению уровня гормонов щитовидной железы. Ну, в общем-то, снижение функции, это можно сказать, гипофункция, еще раз повторюсь, идет замедление всех обменных процессов. Вот реальное замедление. Если в норме гормоны щитовидной железы усиливают катаболизм, ну то есть обмен, разгоняют обмен, да, то при их недостаточности обменные процессы, можно сказать, затормаживаются. Ну, постепенно. Ну, все-таки нервная система, прежде всего, страдает. Страдает, да. Настроение, я же еще раз говорю, сонливость, когнитивные изменения, снижение памяти, краткосрочное, долгосрочное. Ну вот, если заболевание будет прогрессировать, состояние не будет диагностировано и лечиться, то может не очень приятными моментами закончиться. Угу. Как, как бы тут не затянуть? Потому что, как вы сказали, конечно, мы, особенно жители больших городов, подвержены стрессу, и хроническому стрессу в том числе, и тоже усталость, вялость, сонливость, это может быть с этим связано. Ну, как вот здесь не прозевать эту болезнь и вовремя обратиться к врачу? Ну, давайте чуть-чуть сделаем разделение. Вот, существует классификация гипотириоза. Он может быть первичным, то есть связан с непосредственным изменением самого органа. Вторичным, когда регулирующие системы немножко переключаются и работают по-иному. И третичным, ну, это уже такая биохимия, очень специфичные изменения, касаемо основных администраций в головном мозге, которые отвечают за работу щитовидной железы. Ну, первичный, большая часть, это аутоиммунное заболевание щитовидной железы, зоб Хадшимота. Он описан еще в 1873 году. Вот, это идет либо атрофия органа, когда он совсем маленький, мы можем его даже на УЗИ, там, грамм быть он всего лишь. Может быть, в исходе хронического воспалительного процесса вот этот аутоиммунный тиреидит, который, кстати, большую часть занимает в структуре данного заболевания. И вот он может длительно быть не диагностирован, потому что, ну, долго человек компенсируется. Тут же еще зависит от возраста пациента. Когда идет интенсивный рост, это будет более заметно, понимаете, это вот дети, по ним видно, что они как-то не так растут, не так успевают в школе, или рост замедлился. Вот. Либо, как говорится, женщина и мужчина, которые вступают в брак и хотят завести деток, у них тоже возникают проблемы. Вот. На этом этапе, скажем, ну, это достаточно заметно. Наследственность имеет значение. Как правило, все равно в семье, когда начинают узнавать, собирают весь анамнез, знают, что у кого-то было снижение функций. Ну, и так вот сарафанное радио, они же там, а у твоего папы, или у дедушки, или еще что-то. И они сами приходят в центр, заподозрят у себя эти состояния. Лучше всего сразу обращаться к узкому специалисту или для начала к терапевту, если есть подозрения? Ну, вот как раз-то к узкому специалисту немножко сложно, потому что все-таки к узкому специалисту уже нужно обратиться с результатом анализа, чтобы уже фильтровать. Ну, вы же сами понимаете, вот эти жалобы, они все-таки не специфичны, да? Вот, поэтому первый этап, в зависимости от возраста, либо участковый терапевт, или врачи общей практики, либо это педиатр, если это касаемо ребенка, либо тот же врач-гинеколог женской консультации, кардиологи к нам часто направляют пациентов, вот так. Ну, так, выявляя как сопутствующее заболевание, насколько я понимаю. Да, достаточно сдать уровень териотропного гормона, это скрининг одного гормона, и уже будет понятно, имеются ли отклонения, когда уже к нам направить, да. Спасибо большое за это уточнение, мы еще вернемся в студию, безусловно, а пока давайте посмотрим материал «Бег после 80-ти». Специальный тематический клуб помогает пожилым людям сохранить здоровье. Утренние дожди и холод не могут одержать этих бабушек и дедушек от еженедельной пробежки в парке. Всем им за 80, но они продолжают заниматься спортом в австралийском городе Перд. Тому уже 86, но прекращать тренировки не собирается. Каждую субботу приходит на пробежку. Заниматься начал всего 6 лет назад. Это и общение, и тренировка. Повод каждое утро вставать с постели. Кто-то приходит сюда, чтобы побить собственные рекорды. А 88-летний Майкл просто хочет доказать, что возраст – всего лишь цифра. Я могу поднять всё, что хочу, даже над головой. Если тороплюсь, могу пробежаться. Сохраняю здоровье. Самое главное – не нужно ходить к врачу. Эксперты давно рекомендуют физическую активность для поддержания здоровья мозга. Они также отмечают, что занятия спортом в пожилом возрасте значительно улучшают качество жизни. Вы, вероятно, снизите риск развития хронических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. Есть даже некоторые доказательства того, что это может помочь предотвратить некоторые виды рака. Пожилые бегуны вдохновляют и тех, кому ещё нет 80-ти. Когда вижу людей за 80, меня это очень вдохновляет. Я смотрю на них и думаю – ого, они многого достигли. А ещё эти спортсмены показывают, как стареть красиво и легко. Вы смотрите программу «За здоровье». Мы обсуждаем гипотиреоз и продолжаем общение в студии. Итак, когда же нужно сдавать гормоны щитовидной железы? Нужно ли это делать самостоятельно? Можно ли это делать самостоятельно, если вдруг ты заподозрил это заболевание у себя, но пока ещё не обратился к врачу? Как некоторые наши ставропольцы, мои друзья, знакомые, я сама иногда предпочитаю прийти к медику, к специалисту уже с некоторыми анализами. Правильно ли это тактика? На сегодняшний день лабораторий очень много, в том числе и частных. Мы работаем в бюджетном учреждении. В принципе, мы доступны. Если есть желание, сдайте, конечно. Но я говорю, что териотропный гормон – это основной гормон. То есть иногда приходят пациенты с готовыми анализами, и там 8 позиций. Понимаете, тут какая закономерность? Чем больше позиций ты сдаёшь, всё равно есть момент, в котором какое-то будет отклонение от нормы. Но оно абсолютно не критично. Вариант нормы такой для человека, да? Оно может выходить за референсные значения. Но это не главное в диагностике данного заболевания. Главное – это всё-таки уровень териотропного гормона. Это один из самых устойчивых гормонов щитовидной железы. Что я вам хочу сказать? Гипотириоз врождённый – это такая серьёзная проблема. Но хорошо, что здравоохранение уже давно знает об этом заболевании. Оно относится к тем заболеваниям у детей, которые скринируются уже в роддоме. Но помимо того, что во время беременности мама регулярно должна сдавать гормон щитовидной железы, это отображает состояние щитовидной железоплода косвенно. Ну, не считая там УЗИ-признаков развития внутриутробного ребёнка, если есть отклонения. И на 4-5 день в роддоме всем деткам из пальчика на ножки берут кровь именно на скрининг гипотириоза, именно териотропный гормон. Потому что как только ребёнок вступает в эту жизнь, он становится очень активно изучать её, должен расти. И здесь основным гормоном роста, умственного роста, физического, гармоничного развития будет уравнение териотропного гормона. Существует ли какая-то профилактика этого заболевания? Вот именно профилактика гипотириоза в широком смысле, как заболевание щитовидной железы, ну, пожалуй, её нет. У нас есть такие состояния, как состояние йода-дефицита. Вот это очень важно, потому что именно йод является поставщиком основной молекулы в организме, из которой синтезируются гормоны щитовидной железы. Это очень активный процесс. И в разные периоды возрастные требуется также и доза йода абсолютно разная. Эти дозы, они известны, они прописаны. Вот, кстати, на сайте нашего учреждения по йододефициту есть достаточная информация в рубрике «Новости для пациентов». Вот, то есть, и зависимость, вот так мы можем профилактировать, потому что длительно существующее состояние дефицита йода приводит всё-таки к дефициту гормонов щитовидной железы. Ну, тут ещё есть такие моменты, что вот йод-дефициты, отсутствие профилактики в определённые периоды, просто давать, принимать йодированную соль ежедневно, или деткам уже, или беременным дополнительно давать калиоидид в определённых дозах, да. Если этого не делать, то железа, вот орган, он испытывает постоянно нагрузку, он постоянно ищет этот йод в организме. Йод у нас не синтезируется, он поступает только извне, с пищей. Вот какое депо создалось, хорошо, но оно же не может быть бесконечным, если не постоянно это поступает, этот микроэлемент, а он нужен ежедневно. Орган компенсатора начинает увеличиваться в размерах, изменяется его структура. Вот это вот дольки его, он состоит из долек, это щитовидная железа, может образоваться узлы. Они могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. И функция бывает разная. Это происходит как раз-таки из-за йододефицита, да? Да, из-за длительное существующее, что железа вынуждена менять свою структуру, чтобы выровнять уровень гормонов щитовидной железы. Сейчас это рубрика «народная медицина» в кавычках. Это когда мы сами любим себе прописывать какие-то препараты, в том числе БАДы и так далее и тому подобное. Стоит ли самим назначать себе йод? Ну, йод... Для профилактики. Ну, в каком виде? Ну, таблетированном, к примеру. Ну, учитывая, что всё-таки мы находимся в зоне среднего йододефицита, и он у нас не ликвидирован, потому что всё равно в пищевой промышленности стопроцентная йодированная соль не используется, хотя её стало больше использоваться. Спасибо, в детском питании есть йод. Тетки не испытывают этот йододефицит. То вот капельки йода мазать там или в ванны принимать с йодом, этого делать не нужно. Если, да, дозы, они по возрасту, то есть, да, пожалуйста, можно, но всё-таки это уже более индивидуальная йодопрофилактика, когда есть какие-то проблемы, и специалист их установил. Понимаете? Вот, самому можно навредить, если ты не знаешь, может, у тебя есть узловое образование, потому что не каждый человек может ощупать свою железу, понимаете? Вот, хотя вот вы худенькая, и у вас видно даже при глотании, да? Ну, а люди у нас есть разные строения шеи, у кого-то кожная складка выражена, у кого-то, ну, мужчин вообще другое расположение. Оно как за кадыком находится, да, поэтому прощупать можно и не дощупать, а можно нащупать вообще что-то другое. И не понять. И не понять, да. Поэтому лучше специалисту, если сомневаетесь, обратиться. Спасибо. Ну вот, излечим ли гипотиреоз? Или это хроническое заболевание? Ну, вообще, само по себе гипотиреоз, да, это снижение функции, и если оно восполняется, даже тем же йододефицитом компенсируется, ребёнок уже вырос, подростковый такой период прошёл, вот, то, в принципе, можно достичь нормальной функции щитовидной железы. Но если также это аутоиммунный тиреидит, который зоб хашимоты, который длительно существует, он может компенсироваться. Или вот после родовый тиреидит, тоже воспаление непосредственно на самой щитовидной железе во время беременности у женщин бывает такое состояние, она наблюдается, конечно, доктором. И вот после родов она может быть в зоне риска. У неё может быть длительно компенсировано, понимаете. И она, в принципе, будет здорова, потому что, ну, гормоны в норме. Но вот если орган удалили, ну, бывает, ну, оперативное лечение, то тут пожизненная заместительная гормональная терапия. Только так. Не стоит этого бояться или отчаиваться по этому поводу? Ну, бояться чего? Что вас удалили орган? Да. Вот после операции. Ну, орган же удаляют только при абсолютных показаниях. Просто так вам его никто не удалит. Вот. Если есть показания, это всё равно, ну, пациент информирован, он наблюдался. Вот. Пришло время принимать такое решение, например. Вот. Поэтому он информирован и знает, в данном случае просто так не удаляется железа. Как правило, это всё-таки лечение каких-то узловых образований, которые, скажем, подозрительные на злокачествление. Либо это лечение повышенной функции, есть такая базе едовой болезни, когда большая железа, избыток гормонов. Это другое состояние. Вот. Человека здесь пользы будет больше от операции, нежели вреда, потому что, ну, мы не можем остановить вот этот процесс, считает на железе, что она всё время вырабатывает, гормоны вырабатывает. Человек худеет, у него там проблемы начинаются тоже с нервной системой, с сердцем. Вот. Это метод лечения, исход. Мы и добиваемся исхода. Это гипофункция. И человек, в общем, принимая препараты лекарственные по назначению врача, он может себя вполне нормально чувствовать, и качество жизни при этом не будет страдать. Вот. Да. Да. Нет, это всё можно. Спасибо большое. Мы ещё вернёмся обязательно в нашу студию. А пока давайте посмотрим материал. Специальное приложение помогает детям с аутизмом учиться. Жительница Австралии Энн – аспирант и мать четырёх детей. Недавно она разработала приложение, которое поможет детям с аутизмом учиться в обычных школах. Её восьмилетний сын тоже страдает аутизмом. Женщина видела, с какими трудностями он сталкивается во время занятий и решила помочь ему, а также другим детям с подобной проблемой. Ему очень сложно просто писать. Люди с аутизмом плохо пишут и плохо знают правописание. Дизайн приложения напоминает видеоигру. Программа включает задания по написанию текстов, которые сопровождаются элементами, снижающими волнение детей с аутизмом. Но пользоваться программой может и весь остальной класс. В таком случае ребёнок с аутизмом не будет чувствовать себя изолированным. Если я смогу доказать, что школьники создают более качественные тексты, используют больше слов и получают всё больше мотивации, чтобы писать, тогда это сможет заложить основу для улучшения результатов обучения для многих людей с аутизмом. Но на одном приложении женщина не остановилась. Она организовала курсы для молодых людей с аутизмом, на которых их обучают создавать музыку, а также заниматься видеомонтажом и графическим дизайном. В мае пять австралийских школ примут участие в тестировании нового приложения. В продажу оно поступит в сентябре. После этого любая школа сможет его скачать, чтобы использовать для детей с аутизмом и без. Детям с аутизмом просто нужны определенные инструменты, и тогда они смогут очень многого достичь в жизни. Энн говорит, самое главное, чтобы все в классе работали сообща. Гипотириоз обсуждаем сегодня в программе «За здоровье». Мы продолжаем беседу в студии. Итак, сколько нужно, скажем даже, как часто нужно посещать врача, когда у тебя есть этот диагноз – гипотириоз? Да, есть схемы наблюдения. Все зависит от причин, которые вызвали гипотириоз. Если, скажем, это врожденный гипотириоз, ну, тут уже в роддоме ребенку назначается заместенная гормональная терапия, и там по возрастам, ну, не будем о малышах, это всегда так немножко болезненно, потому что приходится сдавать кровь из вены достаточно часто, пока ребенок растет, чтобы подобрать эту дозу. Ну, слава богу, что врожденного гипотириоза мало, поэтому перейдем к гипотириозу другому, который возник в результате оперативного лечения. После операции, ну, в зависимости от объема операции, как правило, ну, пациенту сразу, в первые сутки назначается заместительная гормональная терапия, но доза препарата будет меняться. Угадать 100%, несмотря на усредненные значения, мы все равно не можем. То есть рекомендуется через полтора-два месяца после оперативного лечения прийти к доктору на прием, чтобы сдать анализы. УЗИ делается это тоже там по показаниям, в зависимости от объема операции, но ранее, чем через полгода, не делается. Если это аутоимонный тиреидит, который выявился на приеме, пациенту также доза препарата назначается. Но первый визит мы рекомендуем через 2-3 месяца, потом можно через полгода и раз в году. Но, честно говоря, все-таки раз в полгода – это более правильно, потому что человек потом забывает, что в каком году он был. Кроме того, человек может самостоятельно сдавать анализы частным образом, а интерпретация, понимаете, анализов от себя, она неправильная, не всегда может быть правильной. Затем, что беременные женщины, ну, во-первых, на моменте планирования они к нам приходят, либо в ранних сроках, там, 10-12 дней беременности, они, как правило, в обмен на карте уже приносят с собой результат гормона тиреотропного гормона, и мы смотрим. Если есть отклонения, у беременных намного рамки жестче, вот, они ежемесячно приходят, сдают уровни гормонов щитовидной железы. Ну, и подросток, ребенок тоже в зависимости от того, как растет. То есть самостоятельно, вот знаете, в чем особенность? Он получил эту таблетку, чудо-таблетка, левотироксин, он обожает этот препарат, потому что он, конечно, творит чудеса, если честно. И человеку становится реально легче, он уходит и не возвращается. А возвращается, когда уже какие-то проблемы стали, вплоть до того, что даже узлы уже появились в щитовидной железе, понимаете? Тут нельзя уйти и не возвращаться. То есть нужно быть все время под... Ну, хотя бы раз в году однозначно должен прийти, сдать анализ. Угу. Основная диагностика гипотириоза, она в чем заключается? Ну, вот сдал ты гормон ТТГ. Да. Еще? Ну, этого достаточно. Дальше он уже идет к специалисту, и, ну, эндокринолог, в общем-то, решает назначать ему дальнейшее более углубленное исследование титра, антител, вот, там, дополнительное. Ну, можно еще и СТ-4 сдать, но скрининг – это териотропный гормон. Угу. А для чего тогда нужно УЗИ щитовидной железы и при каких случаях? Ну, УЗИ щитовидной железы показано, оно не является скринингом. Вот именно когда человек визуально видит, что у него увеличилась железа, это реально заметно. Кроме доктора щупал, неважно, терапевт, эндокринолог, если она реально увеличена, и узелок чувствуется тогда, нужно УЗИ. Но не самостоятельно, потому что мы проживаем в йододефицитном регионе, у нас здоровых желез, чтобы там структура была идеальна, это редко. А какие-то маленькие изменения – это не повод для паники, понимаете? Это не повод каждые 3 месяца бегать с УЗИ, там, сравнивать кисту 0,2 см в диаметре или 0,25. Ну, это неправильно. Ну, это занимает время и врача, и пациента. Безусловно. Ну, такая переперестраховка, скажем. Да, она не нужна. Да, даже сродни ипохондрии. Ищешь у себя. Ну, вот есть гипотиреоз, а есть гипертиреоз. Что это такое? Как часто это встречается в практике? Ну, гипотиреоз встречается менее часто, нежели гипотиреоз. Но тут картина как раз-то, ну, достаточно яркая. Хотя бывает, что все равно пациент несколько месяцев ходит по врачам и не приходит к узкому специалисту. Но вот тиреотоксикоз, он все-таки более яркий. Более такая красочная история, если можно такой термин применить к этому диагнозу. Повышение функции. Вот. Тут, наоборот, идет, знаете, так разогнан основной обмен веществ, что, ох, человек себе места не может найти. Он худеет, при том, что у него хороший аппетит. Он все время в движении. У него постоянное сердцебиение. Причем не успокаивающийся даже вот в положении лежа. Ему все время хочется куда-то бежать. Ощущения могут быть в глазах, что, знаете, какое-то инородное тело, блеск глаз. Но это уже окружающие видят, что глазки увеличились. Ну, особенно можно сейчас в телефоне сколько фотографий, посмотреть фотографии там трехлетней давности или годовалой. Это будет заметно. Ну, именно сердце постоянно. Человек дрожит, как телеграфный столб. Вот так вот. Постоянное состояние возбуждения. Может быть, состояние агрессии. Конечно, может быть. Также нарушаются функции репродукции. Вот так это все выглядит. Но с этим состоянием он, во-первых, заметен. Это быстро развивается достаточно. Ну, и, во-вторых, он все-таки пойдет доктору. Ну, да, безусловно, не будет засиживаться. Но как можно нивелировать эту симптоматику быстрее? Препараты помогают. Ну, во-первых, нужно все-таки диагноз установить. И уже от степени тяжести повышения функции щитовидной железы назначаются дозы препаратов. Ну, это тереостатическая группа препаратов, мы их знаем. Но тут уже должен работать только специалист, именно эндокринолог. Потому что, ну, скажем там, травматолог, гинеколог, он не должен лечить тереотоксикоз. Но задача наших коллег, наших друзей, как говорится, по работе выявить, чтобы понять, направить. Помочь диагнозу. Да, да, потому что бывают такие по неврологам бегают, видны, вроде так чуть полегче. Или кардиолог тоже назначает препараты, снижающие пульс. Они чуть улучшают состояние. Но это не лечит. Но не лечит основу. Нет, это не лечит. Спасибо большое за это уточнение. Мы еще вернемся в студию. Пока давайте посмотрим материал. Компьютеры с отслеживанием глаз помогают общаться детям-инвалидам в Омске. Жительница Омска Александра и ее трехлетний сын Демид общаются с помощью специального компьютера. Он оснащен системой айтрекинга, отслеживания глаз. У мальчика церебральный паралич, и он не говорит. Компьютер помогает ему обучаться. У Демида тяжелое физическое состояние. Он играть не может, то есть руками что-то делать. А тут у него появилась возможность именно игр. То есть он узнал, что такое игры, и эмоции от этого, конечно, совершенно другие. До пандемии дети с двигательными нарушениями дважды в неделю посещали центр, где с ними занимались специалисты. Сейчас такой возможности нет. Поэтому в ноябре центр «Наши дети» запустил новый проект. Компьютеры с айтрекерами получили семь семей. Обучение начинается с игр. В процессе ребенок понимает, что взгляд в определенную точку дает определенный результат. Например, он смотрит на карточку, а компьютер озвучивает то, что на ней изображено. Постепенно дети заучивают слова и потом могут составлять целые предложения. Такие компьютеры открывают новые возможности детям с двигательными ограничениями, которые закованы в своем теле и еще и не могут разговаривать. Они не могут никому объяснить, что они хотят. А тут получается, что компьютер дает им эти возможности, а компьютер озвучивает то, что хочет ребенок. Когда ребенок освоит компьютер с айтрекингом, начинается онлайн-обучение. После каждого занятия родители обсуждают успехи сына или дочери с преподавателем. Раньше я понимала его просто на интуитивном уровне, а сейчас у нас появилась возможность, мы можем сесть с ним, пообщаться. Я спрошу, как у него дела, как самочувствие, что он хочет играть, во что, в какие игры, какую книжку почитать. То есть стало намного больше возможностей именно общения. Проект профинансировало правительство страны. Каждый компьютер стоит 230 тысяч рублей. Программа продлится до мая будущего года. После этого компьютеры останутся в семьях, которые их получили. Также родители смогут и дальше получать бесплатные консультации специалистов. Гипотиреоз Гипотиреоз обсуждаем сегодня в программе «За здоровьем». Мы продолжаем беседу. Итак, сколько же нужно принимать препаратов, когда тебе ставят этот диагноз? Вот, несмотря на такие маски гипотиреоза, пока его выявишь, кажется, да, специфических симптоматики такой вот нет. Лечение, оно на самом деле не очень сложное, благодарное, недорогое, пожизненное, доступное в любой аптеке. Но он означается исключительно врачом-специалистом. Это препарат искусственный гормон щитовидной железы. Пьется он всю жизнь. Вот он, основной препарат, который восполняет недостаток именно гормонов щитовидной железы. Остальное, ну да, сейчас в интернете много информации, и селенг, и цинк, но они в помощь, как бы, они улучшают состояние мембраны. Как микроэлементы, которые помогают. Да, чтобы, как говорится, получше этот процесс происходил. Но именно лечение, эти патогенетические, которые воздействуют на проблему, это левотироксин, таблетка левотироксина. Утром натощак, за 40-60 минут до приема пищи запивать только водой. Об этом нужно не забывать. Пациенты как-то это, вот, игнорируют эту инструкцию. Ну, может, не специально забывают. А это очень важно, потому что, если вы будете принимать за 15 минут, запивать кофе или молоком, или соками, или совмещать с препаратами другой группы, там, железо, гипотензинный препарат, будет очень плохо усваиваться в недостаточной дозе, и можно повышать-повышать дозу, а результата не будет достигнута. И ты не поймёшь, в чём дело. А ты её додякдо не можешь повысить до бесконечности. Ну, вот, как раз-то специалисты видят, это, кстати, видно в анализах, когда неправильно принимается препарат. Ну, это уже тонкости эндокринолога. Ну, да, безусловно. Казалось бы, когда ты запиваешь водой или зелёным чаем, ну, а какая разница, да? А на самом деле разница бывает иногда колоссальной. Ну, вот, медленно всё-таки развивается это заболевание. Иногда можно очень долгое время даже не заподозрить, что у тебя есть гипотиреоз. Когда же всё-таки нужно обращаться к врачу? Когда ты понимаешь, что вот эти звоночки? Ну, давайте так. Если у вас в наследственной семье знаете, что там дедушка, бабушка, тётя, родители страдали данным заболеванием, ну, это же пожизненная терапия. Как правило, люди об этом знают, что их родственник пьёт таблетку для лечения сниженной функции. Это первый звоночник. Потом возраста. Когда это ребёнок, вы видите, что что-то не так, он отстаёт в развитии. Всё-таки обращайтесь к педиатру. Педиатр может назначить ТТГ, сдать этот анализ. То есть планирование беременности, вообще планирование потомства. Это и мужчин касаемо, и женщинам нужно сдать териотропный гормон. 45 плюс – это тоже вот такой возраст. По возрастам нужно сдать этот анализ. Кроме того, пациент, страдающий, скажем так, заболеванием срежно-сосудистой системы, у них, как правило, назначаются препараты, которые могут влиять на функцию щитовидной железы. Ну, тут тоже есть такие препараты. Но кардиологи, как правило, они всё равно в рекомендациях пишут консультацию эндокринолога. А в большей степени уже пациент, который наблюдается у кардиолога, он параллельно всё равно периодически сдаёт териотропный гормон. Это тоже вот важно. Спасибо большое. Я вас благодарю за участие в нашем эфире. Приходите к НОВА, снова к нам, рассказывайте и просвещайте нас, безусловно. Благодарю вас. Спасибо, всем здоровья. Вы смотрели программу «За здоровье». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И до новых эфирных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова